МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это 10 лет, и большинство этих грозных самолетов будет списано в архив. А скромный одномоторный биплан не только переживет их, но и станет одной из самых известных машин в мире. Ан-2 у меня ассоциировался в основном с автобусом, который каждый день может меня довезти куда-то и не подведет. В дальнейшем я стал понимать, что помимо этого он выполняет массу полезных функций. На которые совершенно непригодны столь обожаемые мной сверхзвуковые самолеты с прекрасными обводами. Ан-2 – это авиационный народно-хозяйственный универсал, в котором отразилась вообще, так сказать, вся послевоенная эпоха Советского Союза. Атвенция! 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 Поршневый бензиновый двигатель 30-х годов, бипланная коробка и крылья, обтянутые тканью. Этот самолет, казалось, никак не тянет на звание легенды. И все-таки удивительная судьба Ан-2 не раз подтверждала, что он достоин такого высокого звания. Пожалуй, лучше всего ему подошло бы слово «самый». И не только потому, что это самый большой в мире одномоторный поршневой биплан. Гораздо важнее, что Ан-2 – самый универсальный самолет в истории авиации. Не случайно он производится уже почти 70 лет. На его бортах красовались опознавательные знаки более 50 государств. Ан-2 побывал практически во всех точках нашей планеты. Его создатель гордился тем, что его самолет решал задачи по линии 18 министерств Советского Союза. Это машина, которая летала от Северного полюса до Южного полюса. Это машина, которая летала на всех, так сказать, подстилающих поверхностях – снег, суша и вода. Эта машина перевозила всех, начиная от солдат и кончая колхозницами с мелким рогатым скотом. Эта машина спасала жизни людей, которым не довелось жить вблизи крупных медицинских центров. Эта машина, которая доставляла геологов со всем их скарбом и потом вывозила обратно вместе со всей их добычей, которая потом вернулась нам рудой, газом. Десятки лет самолет был востребован в народном хозяйстве, как ни один другой. И кажется невероятным, что эту простую по конструкции, надежную и неприхотливую машину Олег Антонов продвигал более 13 лет. Всякий раз, когда конструктор предлагал свой проект, он шел вразрез с ключевой тенденцией развития авиации. Так было в 40-м, когда Антонов впервые озвучил свою идею. Тогда самолетостроение переживало настоящий бум. Выше, дальше, быстрее. Вот девиз тех лет. Время больших рекордов и дальних перелетов. В свою очередь Олег Антонов хотел построить самолет не для рекордов, а для ежедневной, рутинной работы. И главная цель здесь не погоня за результатом, а универсальность. Он видел, что в стране очень мало дорог и очень много областей, которые практически круглый год отрезаны от внешнего мира. И Антонов понимал, что нужен транспорт, а не только электрификация. Думая о том, какой самолет для этого может быть наиболее пригоден, он прекрасно понимал, что строить аэродромы какие-то специализированные, ну, никто не будет. А вот такой самолет для местных воздушных линий, ну, то есть для местного значения, должен был взлетать и садиться, ну, на маломалетский, такое ровное поле. Антонов рассчитывал на бипланную схему и двигатель мощностью 800 лошадиных сил. Такой самолет не смог бы превысить скорость 300 километров в час, зато с легкостью бы садился и взлетал с небольших необорудованных площадок. А еще смог бы взять на борт 800 килограммов груза или 12 человек. Сочетание получалось многообещающим. И Антонов даже стал называть свое детище «везделетом». Конструктор считал, что польза от его самолета очевидна, но неожиданно получил отказ. В феврале 41-го года проект был отклонен. Безусловно, экспертная комиссия находилась под впечатлением высоких скоростей. Конечно, для того времени, вот, 500-600 километров в час. Такие вот скорости истребители имели, ну, никак не пассажирские машины. И все же самолет с характеристиками, какие Антонов предлагал, рассматривался уже как некая архаика. Вторую серьезную попытку продвинуть проект Олег Константинович сделал уже после войны. В 46-м году конструктор показал его Александру Яковлеву, заместителю наркома авиационной промышленности. Шаг был почти провальным, ведь проект Антонова снова не попадал в авиационный тренд. На дворе была реактивная эра. Самолеты приближались к скорости звука. Шансов построить тихоходный биплан теперь было еще меньше, чем в 40-м. Но неожиданно Яковлев утвердил проект. Александр Сергеевич Яковлев был заместителем наркома авиационной промышленности именно по опытному самолетостроению. И он обязан был обладать более широким взглядом на вещи, нежели какие-то рядовые чиновники из того же наркомата или, так сказать, министерства уже после войны. И надо отдать должное, что Яковлев, в общем, проявил достаточно, так сказать, прозорливость в этом вопросе. Возможно, Александр Яковлев понимал, что именно сейчас, после войны, нужны такие самолеты. И в первую очередь для восстановления сельского хозяйства. В июле 46-го года Министерство авиационной промышленности обязало Антонова построить самолет именно для этих целей. Он получил индекс СХ-1, сельскохозяйственный первый. Специально под новый проект конструктору выделили собственное ОКБ в Новосибирске. Всего год потребовался для создания первого опытного образца. И не только потому, что конструкция биплана была довольно проста. Антонов постарался использовать уже готовые узлы и агрегаты со складов минавиапрома. Так, колеса основных опор шасси были взяты со штурмовика Ил-2. Хвостовое колесо с бомбардировщика Ту-2. 31 августа 1947 года опытный СХ-1 совершил свой первый полет. Его выполнил летчик-испытатель Павел Володин. Испытания прошли очень гладко, без особых проблем. Сказалась простота конструкции и то, что Антонов эту машину просчитывал очень долго. Но несмотря на это, он же прошел еще и очень обширные государственные испытания. На Кавказе машина испытывалась в условиях высокогорья. А вот на Украине, как сельскохозяйственный самолет, тоже очень много испытаний было. Именно там с машиной впервые познакомился Никита Хрущев, который был в то время первым секретарем Компартии Украины. Впоследствии это знакомство сыграло ключевую роль в судьбе самолета. 23 августа 1948 года Совет Министров принял решение о запуске в серийное производство биплана на Киевском авиазаводе под обозначением Ан-2. Многоцелевой самолет Ан-2. Длина 12,7 метра. Высота 4,7 метра. Размах крыла верхнего 18,2 метра. Нижнего 14,2 метра. Силовая установка. Поршневой двигатель воздушного охлаждения АШ-62ИР. Мощностью 1000 л.с. Взлетная масса 5,2 тонны. Крейсерская скорость 185 километров в час. Посадочная скорость 85 километров в час. Дальность полета 2000 километров. Практический потолок 4500 метров. Полезная нагрузка 12 пассажиров или 1,3 тонны груза. Экипаж 2 человека. У Олега Антонова действительно получилось совместить в одной машине сразу несколько важных качеств. Простоту, надежность, неприхотливость. Это видно в решении каждого узла самолета. Так бипланную коробку удерживали две стойки и пять лент расчалок. Эта схема позволяла, не перегружая конструкцию, сделать ее достаточно прочной. Крылья и оперения имели металлический каркас, который обтягивался специальной тканью, так называемым перкалем. Кроме уменьшения веса, это упростило конструкцию и значительно снизило себестоимость машины. По той же причине шасси на самолете сделали неубирающимся. Это, конечно, несколько ухудшило аэродинамику, зато серьезно сэкономило массу и упростило эксплуатацию самолета. Конструктора, создававшие истребители, они мало задумывались на тему, сколько это будет стоить и каких усилий потребует их детище. Антонов хорошо понимал, что ему нужно создать дешевую машину, массовую, очень неприхотливую и очень надежную, с хорошей пассажировместимостью, с хорошей экономической отдачей. Чтобы обеспечить нормальную загрузку самолета, на левом борту была сделана комбинированная дверь. Ее пассажирская часть открывалась в салон, а вот грузовая откидывалась наружу и вверх. Высота проема составляла полтора метра, а ширина — метр сорок. Отдельного рассказа заслуживают крылья Ан-2. Именно им он обязан такими прекрасными взлетно-посадочными характеристиками. На нижнем крыле по всему размаху расположены щелевые закрылки. На верхнем крыле имеются закрылки и элероны. На передней кромке верхнего крыла расположены автоматические предкрылки. Самолет Ан-2 у нас имеет прямое управление, спаренное, то есть у летчика и штурмана. Все органы управления наклоняются идентично. Для управления самолетом по тангажу используется штурвальная колонка отклонением от себя. Самолет переводится на снижение, на себя, на кабрирование. Для управления по крену штурвал необходимо повернуть либо вправо, либо влево в соответствии с необходимыми подклонениями. Правый крен и левый крен. Также для управления в путевом отношении используются педали. На самолете установлен бензиновый поршневой двигатель конструкции Аркадия Швецова. Этот звездообразный 9-цилиндровый мотор с рабочим объемом 28 литров был создан еще в 1938 году. Воздушное охлаждение двигателя значительно упрощало эксплуатацию и расширяло возможное применение самолета. Для поддержания необходимых параметров работы двигателя имеются створки управления капотом. То есть мы можем открыть створки и увеличить поток воздуха через двигатель, что приведет к его более интенсивному охлаждению. Тем самым мы регулируем температуру головок цилиндров. Удачное сочетание общей компоновки двигателя и крыла дало самолету поистине великолепные взлетно-посадочные характеристики. Биплан садился на скорости 80 км в час, пробегая при этом всего 200 метров. Для взлета ему требовалось и того меньше, 170 метров. Машина уверенно летала на очень низких скоростях. Для нее, можно сказать, отсутствовало понятие «сваливание». При снижении скорости полета до величины около 60 км в час автоматически выдвигались предкрылки, и самолет продолжал полностью управляемый полет. Только представьте себе скорость движения автомобиля в городе. Казалось бы, многоцелевой Ан-2 в первую очередь должен был поступить в ту отрасль, где проходил испытания, в сельское хозяйство. Однако его судьба сделала интересный виток. Уникальные качества Биплана потребовались не на колхозных полях, а совсем в других условиях. В 1949 году полярный летчик Михаил Каминский наткнулся в газете на статью, которая рассказывала о широчайших возможностях нового Биплана Антонова. И он тут понял, что такая машина очень нужна для полярной авиации, и во что бы то ни стало, ее надо пробить, чтобы полярная авиация получила вот такую машину. В то время основным самолетом на севере был Биплан Р-5. Работать на нем было крайне тяжело. Открытая кабина приводила к частым обморожениям. Водяное охлаждение двигателя требовало постоянного контроля. При малейшем недосмотре радиатор могло разорвать, и самолет надолго выходил из строя. В 1950 году ОКБ Антонова получило заказ на доработку самолета Ан-2 для работы в Арктике. Объем предстоящих изменений был весьма внушительным. Во-первых, увеличился состав экипажа. Дополнительно к двум пилотам добавились бортмеханик, штурман и радист. Бортмеханика разместили между летчиками. Место радиста расположили за перегородкой кабины летчиков по правому борту. Штурман занял место по левому борту. Самолеты снастили двумя дополнительными бензобаками. Их расположили рядом с основными на верхнем крыле. Это позволило увеличить дальность полета. В дальнейшем такая топливная система стала стандартом для всех серийных Ан-2. Михаил Николаевич Каминский взял на себя нелегкую задачу внедрить Ан-2 в Заполярье. Со своим экипажем он проделал на новой машине фантастически сложные и рискованные полеты. В небе Арктики летчикам удалось налетать более 30 тысяч километров. При этом они выполнили порядка 100 посадок на выбранные с воздуха площадки. Несмотря на суровые метеоусловия и обледенение, самолет работал практически безотказно. Со временем скромный с виду Биплан совершил подлинный переворот в освоении высоких широт. Он связывал между собой полярные станции и зимовки, раскиданные по всему северу. Привозил им необходимые грузы и топливо. С этих машин велась ледовая разведка и подготовка площадок под более тяжелые самолеты. Ан-2 был неизменным участником работ не только на Крайнем Севере. С 1955 года он вошел и в состав советских экспедиций в Антарктиду. Несмотря на очевидные успехи Биплана на Севере, его будущее по-прежнему оставалось под вопросом. В 1952 году, после выпуска ограниченной серии, дальнейшее производство Ан-2 было прекращено. Киевский завод, где строили Бипланы, стал выпускать фюзеляжи для реактивного бомбардировщика Ил-28. Всю оснастку для выпуска Ан-2 выбросили на улицу. 1952 год – это война в Корее, когда необходимо было поставлять нашему союзнику истребители МиГ-15 и бомбардировщики Ил-28. Трудно сейчас анализировать сходу, что там происходило и как, но очень часто бывает так, что снимают определенные заказы с серийного завода для того, чтобы построить какое-то количество агрегатов для других машин. В судьбе Ан-2 решающей стала позиция Никиты Хрущева. Он хорошо знал этот самолет еще со времен испытаний Биплана на полях Украины. После смерти Сталина в 1953 году Хрущев возглавил страну. В числе главных задач он видел подъем сельского хозяйства. Антоновская машина подходила для этого как нельзя лучше. Министерство авиапромышленности потребовало в кратчайшие сроки возобновить серийный выпуск Биплана. Забегая вперед, скажем, что на Киевском заводе самолет будут строить еще 10 лет, после чего производство машины полностью передадут в Польшу. Там построят около 12 тысяч самолетов Ан-2 разных модификаций. По внешнему виду эти машины ничем не отличаются от обычных самолетов, если бы не специальное оборудование. Специальное оборудование сельскохозяйственной модификации самолета заключалось в следующем. Внутри фюзеляжа был установлен бак емкостью 1400 литров. Под фюзеляжем располагали либо туннельный распылитель для сыпучих веществ, либо опрыскиватель с подкрыльевыми штангами для жидких химикатов. Порошкообразные вещества загружались в бак сверху через специальный люк. Жидкие химические удобрения заливались через штуцер, смонтированный на левом борту. До появления Ан-2 авиационно-химические работы производил самолет ПО-2. Он был вполне надежен, но уже с трудом справлялся с растущими запросами сельского хозяйства. На борт ПО-2 мог взять всего 250 килограммов. А кроме того, летчик работал в открытой кабине. И в таких условиях чувствовал себя, мягко скажем, некомфортно. Появление Ан-2 пилоты воспринялись с восторгом. Кабина была не только закрытой, но и удобной. Давала прекрасный обзор. Теперь экипаж мог себе позволить работать даже в белых рубашках. Аграрии также по достоинству оценили новый биплан. Скорость и качество обработки полей выросли в разы. Полет на авиационно-химических работах напоминал движение трактора при вспашке или комбайна на уборке урожая. Самолет выполнял над обрабатываемым полем прямые и обратные проходы, так называемые гоны. Чтобы самолет не сбился и не пропустил необходимую борозду, на поле находился специальный работник, сигнальщик. Он выставлял метку, на которую биплан должен был выйти. После пролета сигнальщик переносил метку на заданную ширину, и все повторялось. Сложно себе представить, как чувствовал себя такой работник, находясь весь день в облаке распыляемых химикатов. Эффективность Ан-2 была неоспорима. А ведь всего несколько лет назад его едва не отправили в утиль. Хрущев не просчитался. Тихоходный биплан прекрасно оправдал себя в народном хозяйстве. Возможно, протекция советского лидера, возможно, большое количество обработанной кукурузы, а может, и все вместе, закрепила за Ан-2 прозвище кукурузник. Ан-2 выполнял множество самой разной работы. Распылял химикаты и минеральные удобрения, сеял кормовые травы и сельхозкультуры. Правда, в начале эксплуатации неожиданно для конструкторов стали поступать жалобы на самолет. Писали, что самолет якобы не выдает заложенные в него производительности, ну и конструкторы решили разобраться, в чем же дело. Поехали на места, но оказалось, что самолет-то здесь ни при чем. Дело было в скорости загрузки сухими веществами. Оказалось, что загрузка машины химикатами производилась вручную, на что тратилось много времени и сил. Конструкторы АКБ Антонова спроектировали, значит, и сделали специальный погрузчик для того, чтобы самолет загружать сухими веществами. Но дело дальше не пошло, поскольку Министерство сельского хозяйства и Министерство гражданской авиации не могло договориться между собой, значит, не могли они договориться, кто же все-таки будет выпускать эти погрузчики. В результате каждый колхоз изобретал что-то свое. Начало весенним работам положила сельхозавиация. Теперь без ее помощи не обходится ни одно крупное хозяйство. К концу 70-х годов Советский Союз вышел на первое место в мире по применению сельхозавиации. Львиную долю этих работ выполнял трудяга Антонова. Ежегодно эти бипланы обрабатывали до 30 миллионов гектаров посевов. Казалось бы, такой рекорд перекрыть трудно. Однако другой вариант Ан-2, транспортно-пассажирский, применялся в еще больших масштабах. Именно в нем полностью реализовалась мечта Антонова о вездилете. Первыми, кто познакомился с ним, стали летчики Якутии. Этот край с суровым климатом и почти полным отсутствием дорог, как никакой другой нуждался в воздушном извозчике. Именно самолету Ан-2 удалось связать воедино самую большую республику СССР. Возможность самолета быстро сменить колеса на лыжи или при необходимости поставить его на поплавки была крайне востребована. Благодаря этому машина могла в любое время добраться в самый труднодоступный район Якутии. Потрясающая везде летность привела к тому, что вскоре Ан-2 уже работал во всех уголках страны. Он летал на Украине и Дальнем Востоке, над степями Казахстана и на Урале. Народную любовь к этому самолету выразилась в ласковом прозвище «Аннушка». Ведь машина перевозила пассажиров и почту, доставляла продукты и рабочие инструменты, эвакуировала больных из дальних деревень и даже поднимала овец на высокогорные пастбища. Самолет легко превращался из грузового в пассажирский. Достаточно было опустить 12 откидных сидений. Почти так же просто можно было наладить и сами перевозки. Для этого не требовался обустроенный аэродром со взлетной полосой. Достаточно было небольшой ровной площадки и места для продажи билетов. Казалось, пассажирским этот самолет можно назвать с большой натяжкой, ведь в салоне не было даже минимального комфорта. Однако только за первые 15 лет эксплуатации Ан-2 перевез почти 100 миллионов пассажиров. Даже Олег Константинович Антонов удивлялся таким невероятным показателям. Вполне возможно, именно отсутствие комфорта было главным фактором успеха. Ведь для человека из глубинки этот самолет действительно был не предметом роскоши, а средством передвижения. Я резко могу сказать, что Ан-2 в своем роде совершил революцию даже в умах советских граждан, которые стали понимать, что им многие территории гораздо более доступны, чем раньше. И вот эти крестьянские хозяйства замкнутые, они начали исчезать, потому что народ стал перемещаться, летать, двигать, впитывать какую-то культуру там больше и так далее. Это надо рассматривать как общегосударственный процесс повышения уровня жизни, возможно, ее качества жизни. И это очень хорошо на самом деле. Широкому распространению Ан-2 помогло и то, что он был очень прост в техобслуживании. Для него совсем не требовались высококлассные специалисты. Впрочем, и летчику Биплан прощал многие ошибки. Не зря уже в 50-х Ан-2 стал еще и учебным самолетом. Будущие пилоты гражданской авиации делали на нем свои первые шаги в летной профессии. Курсант Василии Колодяжной впервые летит без инструктора. Один. Оторвался от матери земли. Не очень уверенно. Но вы не судите строго, ведь это самый первый раз. Убирай, выдержи штурвал. Плавно на себя штурвал держать, направление выдержит. На Ан-2 не только отрабатывались технические приемы пилотирования, на нем учились понимать крылатую машину. И Биплан дарил пилоту настоящее ощущение полета. Есть воздушные суда, да, действительно большие, которые, они летают высоко. Вот Ан-2 он сконструирован для того, чтобы у него высота была полета, не такая, не так высоко он летал. И вот когда ты летишь ближе к земле, ты, естественно, вот это чувствуешь. Вот это чувствуешь драйв, который на высоте 80 километров, то не чувствуешь. Ты смотришь вниз, да, вроде ты летишь. Да, ты летишь далеко, ты летишь быстро, но ты не чувствуешь, не заряжаешься той энергии, когда ты летишь пониже и видишь, как мелькают населенные пункты, трактора, люди. Впрочем, лирика всегда очень тесно переплеталась с реальной жизнью. Ну что же, в моем лице управление кадров данного аэрохозяйства не возражает против вашей комендатуры. Начальник аэродрому в моем же лице подтверждает решение отдела кадров. Может, хватит трепаться? Пожалуйста, вот наши лошадки. Когда они ремонтируются, летают. Когда они летают, ремонтируются. Иногда ремонтируем прямо в полете. Заявление об уходе сейчас будешь писать, или до завтра погодишь. Я работать приехал. Вообще, Ан-2 был очень любим кинематографистами. Роли ему приходилось играть самые разные. Часто требовалось перевоплощение, как, например, в сериале «Диверсант», где нужно было сыграть немецкий военный транспорт. А в фильме «Золотой теленок» Ан-2 вообще выступил в роли машины 20-х годов. Но в основном Ан-2 играл себя таким, каким и был в жизни. С козами в пассажирском салоне, лихо взлетающим с лесной опушки. Или в качестве главного борца с вредителями полей. В киноленте «Разрешите взлет» у Ан-2 едва ли не главная роль. Причем полная настоящей драматургии. По сценарию безалаберный техник установил на самолет непромытый карбюратор. И это привело к катастрофе. В фильме «Летчик погибает» вместе с самолетом. А вот в реальной жизни таких трагедий с Ан-2 практически не было. Напротив, он показал себя одной из самых надежных машин в истории авиации. За время своей службы Ан-2 не раз подтверждал статус многоцелевого. Лесоохрана применяла его для поиска очагов лесных пожаров и десантирования пожарных в зону бедствия. Научные организации использовали Ан-2 как летающую лабораторию. Широкое применение самолет получил и в системе ДУСААВ. Практически каждый советский человек, который хоть раз в жизни прыгал с парашютом, обязательно встречался с Ан-2. Аннушка как нельзя лучше подходила для отработки прыжков. С его борта делали первый шаг начинающие парашютисты. Оттачивали мастерство опытные спортсмены. Ставили мировые рекорды звезды парашютного спорта. Как отличный десантный самолет Ан-2 использовался и в армии. Биплан стал учебной площадкой для бойцов ВДВ. Правда, эта модификация Ан-2 стала чуть ли не единственной, которую применяли военные. Разрабатывалось несколько вариантов использования Биплана в войсках. Например, самолет для борьбы с разведывательными аэростатами. Еще на базе Ан-2 был разработан ночной разведчик и корректировщик артиллерийского огня. На нем была полностью переделана хвостовая часть, в которой располагался наблюдатель-оператор. А это вариант легкого бомбардировщика. Самолета снастили тремя балочными держателями для подвески бомб и блоков неуправляемых авиационных ракет. Кроме этого, в окнах грузовой кабины сделали приспособление для стрельбы из автоматов Калашникова. Но в силу различных обстоятельств эти модификации так и не перешли из статуса опытных машин. Правда, Ан-2 не остался в армии только в качестве самолета для отработки первых прыжков с парашютом. Его небольшая скорость полета позволяла использовать Биплан в операциях специального назначения. Если брать, к примеру, эту эскадрилью, то своим штатным вооружением мы можем выбросить до роты воздушно-десантных войск включительно. Что может рота сделать в тех или иных задачах? Ну, это уже, соответственно, им решать эти задачи. Но мы, наши эскадрильи, вполне в состоянии перебросить эту роту на определенную дальность, причем не обнаружив себя системами ПВО противника, выполняя определенные тактические приемы, ну, к примеру, полет на предельно малой высоте, что очень затруднит обнаружение наших воздушных судов. За свою историю Ан-2 прошел 17 вооруженных конфликтов. Мало кто из военных самолетов может похвастаться таким боевым опытом. И все-таки, несмотря на самое широкое применение, Ан-2 не прекращали критиковать. Поршневой двигатель, полотняные крылья, до невозможности простая конструкция. Все то, что помогло самолету набрать популярность, специалистами оценивалось как прошлый век. Антоновский биплан пытались заменить самыми разными моделями авиатехники. К примеру, вместо трудолюбивого кукурузника хотели использовать вертолеты. Были продуманы различные варианты. Но практика показала, что работать с Ан-2 на порядок экономичнее. Это еще одна попытка замены кукурузника. Турбореактивный самолет М-15. Созданный в Польше, этот футуристический аппарат должен был значительно увеличить производительность сельхозработ. Но эта машина оказалась непригодной для сельхозавиации. У нее были неважные эксплуатационные характеристики, маневренность неплохая, взлетно-посадочные характеристики не совсем хорошие. И, в общем-то, выпустили порядка 120 машин. Они простояли фактически без дела. Потом их списали и сдали на слом. Сам Антонов не раз хотел создать преемника своему биплану. К примеру, транспортно-пассажирский Ан-28 был уже монопланом и получил два турбовинтовых двигателя. Его грузоподъемность почти на тонну больше. Однако новому самолету не суждено было повторить успех Аннушки. Построили чуть больше 200 таких машин, что в сравнении с Ан-2 ничтожно было. Одновременно с этим Олег Константинович занимался и модернизацией своего биплана. Суть ее заключалась в замене поршневого двигателя на турбовинтовые. Кроме увеличения мощности, это сулило переход от авиационного бензина на более дешевый керосин. Этот вариант назвали Ан-3. Самолет уже готовили к серийному производству, но запустить его так и не удалось. В стране началась перестройка, а за ней и экономический кризис. Налаженная советская система стала рушиться на глазах. Это фатальным образом сказалось не только на новом самолете, но и на производстве самого Ан-2. Уже в новой России все-таки удалось наладить выпуск турбовинтовых Ан-3. Правда, серия была совсем небольшой, не больше двух десятков единиц. А пока в строю находятся почти полторы тысячи старых добрых «Ан-2». Многие из них не выработали и половину своего ресурса. В Новосибирске, там, где в далеком 47-м родился самый первый Ан-2, сейчас проводятся работы по замене мотора легендарной машины. Вместо поршневого двигателя устанавливается турбовинтовой. При этом конструкция планера самолета практически не меняется. У самолета разбег стал составлять 50 метров. У Ан-2 это было где-то 180-200 метров. За счет чего? За счет снижения лобового сопротивления, за счет того, что минимальная скорость полета снизилась с выпущенной механизацией до 35 км в час. Сегодня скорость отрыва, например, Ан-2 с полной загрузкой и со взлетным весом 5,5 тонн происходит на скорости 65-70 км в час. На старом Ан-2 это было не менее 90, а то и 110. Самолет стал более устойчив. За счет компенсации реактивного момента вот выхлопной трубой нам удалось его очень хорошо сбалансировать. То есть самолет стал лучше. По всем параметрам, по всем показателям. Самолет стал безопасен. Как бы ни сложилась судьба модернизированного варианта, сам Ан-2 до сих пор в строю. Почти 70 лет он верой и правдой служит людям. Не зря Олег Антонов, конструктор множества удачных самолетов, считал Аннушку своим лучшим творением. Субтитры создавал DimaTorzok